здравствуйте здравствуйте еще не видно вас я сейчас включаю я я первый раз вот ну как бы немножко стесняюсь у нас все записывается выставляется в интернет вы не против ну нет ничего не нужно то не говорите а остальное у нас все полезно я не хочу время зря тратить говорите вы не против нет нет не против да ну вот я как бы приехала из кишинева сюда в германию как говорила уже раньше я уверовала здесь потому что прочитала библию вот но крестилась я не в церкви на озере крестил меняет брат один и поэтому я остаюсь еще в православии но поверьте я крещена взрослом возрасте вот и как бы мои родные близкие конечно очень беспокоятся обо мне но они увидели что я очень вдалась в религию и как бы вот они говорят чтобы я главное не ушла какое-то протестантство вот но у меня муж конечно с ним немножко проблемы потому что он знает это все по писанию но делает неправильно и они беспокоятся они говорят что я этим подаю я хочу ему повод надо мной издеваться потому что я как бы не ну ну как бы сказать не понимаю что он хочет ты только меня этим унизить и лучше себе сделать вот но как бы я надеюсь что это не так и и иногда у меня не хватает терпения просто идти дальше вот пока мы встречаемся сейчас не у баптистов а в кругу одной большой семьи у них 10 детей они тоже любят господа бога иисуса христа и мы собираемся там потому что мы хотим лучше и глубже познать писание и мы проводим там беседы и так как у нас стал вопрос с причастием из преломлением хлеба я начала искать в этом ну ответ на этот вопрос и пришла к тому что вот православие как это понимает и если это можно преломать ну хлеба преломление делать в обычных условиях как бы братьям и сестрам по домам и у нас в этом вопросе еще нету нет единого ответа и мы вот уже я как полгода уже ничего не не делаю как бы и мне очень трудно ну как бы я не могу понять может я принимать не одной дома или с братьями или вот как я не знаю так как православная церковь у нас штутгарте мне надо ехать а муж не везет меня туда вот я как бы ищу какие-то вот возможности кто вас крестил это он очень похож на вас кстати но у него тоже он ну он как бы у него понятие чуть чуть по-другому как у баптиста но не православный тоже он немец но вернувший в иисуса христа но кто по кто он поверит а кто католик нет он евангелист он по библии как бы я не ну как евангелист давайте договоримся так евангелиста только четыре было матфея марк лукоян с этим именем больше на земле никого не было и не будет так что евангелисты к вам не приходили четыре евангелиста нам говорит об этом библия откуда он их вам появился евангелисты но чудо какой-то с неба матфей сошел на нет но здесь мне кажется я так прочитал слово божье и когда прочитала что кто-то ему объяснил он попросил вот этот как он ехал и не мог распознать писание что стоит и вот господь ему сказал иди на дорогу и там ты встретишь человека и попробую объяснишь ему писание и он потом после услышав его его попросил креститься он сказал что мне мешает есть вода могу креститься вот и я все это так восприняла он был такой кто человек то кто ну его зовут мартин маяр я не знали не на который по дороге шел то которые сказали иди на дорогу кто-то кто такой был тут и был один из апостолов нет это был диакон филипп диакон но он был стал поставлен церкви а эти-то люди которых вам пришли они к церкви то никакого отношения не имеют никакого совершенно связь имеется только прямая через рукоположение 8 глава деяния апостолов об этом говорит в самаре они уверовали нормально все покрестились будут во имя там господня а теперь апостолами иерусалиме и они еще не спрашивали по мобильнику не звонили а сразу собрались и и петр и пошли пришли потому что на них еще духа святого не было через кого дух святой сходит это бог делает они так что любой на дорогу залезали на дерево залез на руки положил они пришли помолились возложили руки и только тогда они получили духа святого 8 глава деяния апостолов это у бога такая такая восстановка вам искать не надо ничего это уже найдено это мы тогда нет как мне велосипед изобретать не надо уже две тысячи лет церковь если бы это был католик я бы сказал нормально потому что они имеют рукоположение от петра а больше там никто вас не имеет православное еще копты сирийцы там нету и армян нету так что я по православии крещена но но в младенчестве тогда когда я не понимала о вере ничего практически ну и что я как бы прочитав писание и увидев что это более божье крещение ну по вере то я послушание прибывав но я просто много не думала надо думать наталья слушай внимательно вот вы говорите я в детстве крещена где вы дед в детстве были крещены кто воскресил как он умер славный я не помню но крещение как кричит какое было погружение было там нет я не помню кто крестил то мама нет нет в церкви православной церкви кто принес вас какой возраст был у вас в каком обычно делают в 3 наверно может 2 я точно не знаю я могу кто вас туда отвел то вы не сами же пришли то кто-то с вами старше то было с дому родители до родителя родители но они живые родители то да да мама могу сказать спросить их как погружали в воду или нет а где вы крещены были в каком месте церкви православный город хишиньев но вот надо узнать в это года в эти годы крестятый вопрос очень и очень серьезный не просто так отверстие какое-то это дверь дверь царство небесное это третий этап рождения свыше на себе можно многое думать сейчас появляются новые секты каждые две недели родится новая секта а теперь наружающие два дня рождается новая еще лет десять говорили 11 тысяч название разных тысяч и все с библией и все почувствовали и все радостные а все друг друга не признают и никакого отношения к церкви не имеют а я вот я в православии все исполняла я была хорошей фарисейкой но я ничего это как-то мне не касалось я не могла я была как бы в рабстве греха я понимала что я не хочу этого делать но я делала я постоянно ну вот но решила очень серьезная не понимала как от этого избавиться и не понимала жертву христа потом вот произошел какой-то период жизни я читала как бы у людей не покаяние но как разные статьи как и у людей это происходило я поняла что это действительно другое другое понятие веры ну по-другому как-то вот вот они верят и и больше и больше читала писания и как-то уверовала родилась выше как они вот понимают таки я вот это на себе увидела как бы вам не что это действительно так что люди рождают и имеют радость спасение и его давали не прочитаем немножко в библию вас далеко вот есть но только тут но и фессия нам 411 посчитайте тимофею евреям и фесянам и фесянам 411 где они спрятались сейчас а вот 11 да и он поставил от них апостолами другими пророками иных евангелистами иных пастырями и учителями вот теперь я спрашиваю кто он он и он поставил кто он ну 10 стих давайте считайте 10 стих впереди не сшедший он же есть и восшедший превыше всех небес дабы наполнить все и он поставил одних апостолами кто он господь наш иисус да но если он поставил то мы можем переставлять и не принимать и заново что-то переправлять можем или нет скорее всего не это не скорее это мы будем врагами божьими и одних поставил апостолами перечислить апостолов кто такие как 12 12 вы знаете других пророками кого пророками поставил ну до заветных и ну то есть ветхозаветных там да вот и я их не помню конечно всех туда но это в это место закладку сделайте я сейчас помогу вам найдите в 1 корейфином 1228 близко 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 1228 до 1228 считайте и иных бог поставил в церкви во первых апостолами во вторых пророками в третьих учителями далее иным сегодня мы теперь посмотрим сходится как кефесянам пишет павел не перепутал он во первых апостолами вы сказали 12 во вторых пророками это ниже в третьих учителями и там тоже говорит какие учителя назовите уже поставил он говорит в прошедшем времени когда павел писал допустим 50-й год от рождества христова они уже учителя были кто эти учителя называйте эти сегодня бог поставил чтобы их я не знаю не знаете на как знать-то когда в другом месте находитесь вот смотрите вот баптисты собираются первая община баптистов возникла в роджерсе в англии 1639 году вы где-то себе запишите я уже сделал все информации да это хорошо 1639 а в 1600 году был хоть один баптист на земле нет нет а в 1500 15 так 1400 ни одного от первого века не но откуда они взялись то а господь ведь я создам церковь не баптисты я и врата да не одолеют ее это сатана придумал что церкви нет надо новое придумывать а как узнать церкви то как передается власть от отца к сыну от отца к сыну это значит рукоположение называется и апостол пётр павел пишет к титу 1 5 для того тебя оставил на крития в крите чтоб ты довершил недоконченное то есть она недокончено поставил пресетировка каждой церкви титу 1 5 и пометьте себе записывайте если вы серьезно ищите то поиск ваш сегодня окончился титу 1 5 ну и деяние 1223 что каждое деяние 12 двоеточие 23 новости через этого никак если бог поставил апостолами там написано евангелистами а какие евангелисты называйте в то время мы не кефицианам сейчас считали кефицианам да 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 евангелист был пётр и павел нет нет павел не был евангелистами петр не был а у вас новый завет перед вами есть да но этот новый завет откройте сначала самого заголовок там оглавление откройте оглавление евангелие от матфея написал евангелист еще кто евангелист а лука нет марк и марма потом лука и и он все четыре евангелиста за 2000 лет и больше никого не называйте это будет обман иных поставил не то что они придут через тысячу лет поставил апостолов поставил больше никого не будет а учителя будут пророки будут павел га не говорит ревнуйте быть евангелистами ревнуйте что у пророчествовать в этом же послании он говорит пророки были будут евангелистов больше не будет и кто добавит хоть что-то к этому бог наложить язвы хоть одного инглиста еще придумаем хабарда назовем какого-то еще болезненно мартина лютера это все будут слои дети дофана верона и кореи это кто такие это вот про них говорит в откровении да нет числа книга числа четвертая книга моисеева запишите 16 глава чисто 16 глава они решили отделиться отдельно от моисея все кто создать и нас больше его в от всех отправил женами с детьми и шатрами такое было только один раз то есть страшнее этого греха на земле нет вот куда попасть можно дофану а вероную корею они как были люди отличные 250 мужей и пал огонь с неба и попалил всех это была необычная смерть и моих крикнул им отойдите от них чтобы не погибнуть вам не надо никуда ходить вы приобретаетесь к церкви христовой а вот и я извиняюсь конечно а вот когда встретился господь иисус и самаритянкой и он сказал что каких поклонников ищет себя господь духе и и и это нельзя вот так церкви в церкви если господь находят то они церкви будут не сказал что дух святой коснется иди в еретики еретики не спасаются к титу мы читаем в 3 глава там 5 стих и говорит что еретика после первого второго разумления отвращается что господь разве еретиков примет в рай как вы считаете я не знаю не знаю ну давайте смотрим посмотрим вот смотрите еретики сейчас я подожди не это надо еретик а как бы уже больше нету горы 10 это 310 титу 310 еретика после первого второго разумления отвращайся больше двух раз не разговаривать нельзя чтоб тебя не заразил так что вы про гору спросили повторите но как бы и больше нету горы поклонений как это раньше было в иерусалиме все встречались теперь уже есть церковь божья это ну правильно где церковь божья но нигде еретики соберутся церковь божья там где есть епископы от апостольских времен апостолы к положили епископов смотрите сюда положили на них руки эти епископа на других и так из поколения в поколение идет а если где-то разорвано сам по себе это называется самозванец и вот такого которых вы говорите у баптистов у них ни одного епископа нет они люди хорошие они считают библию молодцы но они не церковь без епископа церкви нету но у них в церкви есть епископы там но это название одно откуда если сам себя назвал епископом джон смит который образовала баптизм он сам на себя руки положил и крестил джон смит в 1609 году еще правильно это сам себя генералом назвал и говорит это самозванец а от него другие будут называться епископа они все самозванцы нет у них епископа ни одного да мне тяжело понятное дело разобраться в этом всем просто я хотела вот насчет хлебопреломления как мне сейчас мы перейдем к этому а что разбираться то вы знаете что православные идут от апостольских времен хорошие неплохие но оттуда вы это знаете ну а как нет ну русь приняла князь владимир вы знаете девятьсот восемьдесят девятом году от грехов девятьсот восемьдесят девятом году приехали сюда греки епископ махай михаил я владимир то он принес христианство на руси и он называет равна апостольным а у грехов то откуда идет афины а павел в афинах был и там остались епископы от грехов с первого века идет мы спросим у баптистов откуда у них с какого времени когда 609 первый баптист появился а откуда у него епископ то будет ни один не переходил там и нет ничего поэтому у них хлеб остается хлебом преломляют они хлеб и после преломления хлеб остается берут вино пьют вино а в церкви тело христово тело священник совершает литургию и хлеб предсуществляется в тело в тело а у баптистов они даже и проповедовать не пытается правильно они я говорю вы у вас вот взяли хлеб преломили хлеб да а когда людям даете что не хлеб то есть ничего нету это любой дядька на улицу любая бабка может сделать у нас это никто не может кроме священника сделать и когда преломил христос хлеб подал и говорит сие из тела мое 6 глава евангелия тиана он не сказал это хлеб мой и кто недостойно причащается виновен не против хлеба против плоти сына человеческого что не рассуждает а у баптиста то причастие никакого нет это детская игра стоит хлеб крошит то какое же имеет право это делать это обманщик стопроцентный но мы должны размышлять о смысле о действии которые ну за этим кроется как бы каждый виновен сам в себе каждый понимает это индивидуально за что христос умер на церковь это не понимают я усердно понимает а зачем эти понимать за церковью то какая нужда ты церкви этой понимай что тебе здесь когда идешь церковь закрывается вход к познанию какие были учителя океан златоус василий великий они нам оставили учителя я называю какие кирилл русалинский киприан карфагенский ироним средонский а дальше идут уже к нашим временам иоанн кронштадтский гнатья бричанинов и афан затворник у нас учителя идут божественные учителя имеющие рукоположение с тех времен а здесь нет и они учат почти везде неправильно а христе знают правильно а дальше то не идут они верят что тысячелетия царства когда-то будет что церковь вознесется на тысячу лет в библии этого нету восхищение будет судный день когда христос придет судить мир и тогда церковь вознесется плевел и пшеница растут до жатва жатва кончина века тут-то их легко ловить они лгут это лживые учителя обманщики в откровении стоит написано что даже он господь говори какой-то церкви что даже если ты находишься в стане сатанинском но как бы но ты с колени твои не я не помню где-то может 4 главе и как-то искала я немного давайте найдите о чем речь надо узнать я не знаю может вы мне поможете я помогаю давайте я помогаю вам это 2 глава 13 стих 2 13 знаю твои дела и что ты живешь там где престол сатаны и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни в которые у вас где живет сатана умершфлен умершфлен верный свидетель мой антипа и что это в церкви в церкви то есть это церковь которые люди верующие в бога а сатана в этой стране он везде касается людей то есть там еретическое учение от сатаны а ты остался верный не под сатаною а ты боролся и победил его это 1620 римлянам говорится откройте ответ там кремлянам 16 глава 20 стих но не говорится это может быть от тех кто может как-то отошли от церкви единой нет нет давайте читаем тогда он знает твои дела и что ты живешь там где престол сатаны живешь местность берлин там сатана там гитлер а ты там церкви находишься а живешь там 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 же были верующие православные берлине и там же сатана родил образ свой фашизм гитлер мы живем здесь здесь сталин сталин сатана господь петру сказал отойди от меня сатана ты мне соблазн даже верховного апостола назвал сатаной и войска говорит где живет сатана то есть это гонители фашисты коммунисты и убили верного свидетеля божия антипу это в той местности а эти люди танки по они были церкви христовой еретик то если умрет где-то его казнят ему пользы то никакой нет он еретик остался и мой мученическая кончина не поможет какие прям карфагенский говорит ну вот и все это местность где находится в берлине или в москве православная церковь а там гонители сатана он умерщвляет через людей через сталина через ленина через мало за дуна разницы нет никакой я должна подумать я что-то как-то это вы имеете ввиду все таки здесь государство как и говорит что церковь я живешь ты живешь местность живешь в сатане около сатаны в советском союзе в германии а там сатана гонителю он умер же умертвил его но не церковь же сатана не в церковь вы кримином 6 1620 не прочитали да да сейчас вики подожди чуть-чуть сюда 1620 боже бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре все видите как бог дает обещание поражать сатану он будет под ногами поражай его в голову адама было сказано а он будет жалить питу вот ответ избавить нас от лукавого просим мы боремся с духами поднебесными апостол павел говорит посланник офисианам наша брать не против плоти и крови на против духов злобы поднебесной а вот у меня старого завета нету но я не забыла где-то стоит написано когда господь говорит через пророка что все пророки мои или все разогнали овцев моих как бы не пекутся это языки или говорится 34 глава ну и что они всегда были такие пророки но однако же израиль не пошел к филистимлянам коммонитянам они оставались в церкви это богоизбранный народ и бог посылал им пророков тех которые не посылали они размазали людей то по горам да по долам здесь не имеется ввиду кто должен пасти правильно тут господь как бы он как глава церкви он имеет все под контролем да здесь как бы я видите в православии тоже не нашла я отвечаю на это господь дал свободу человеку ну хорошо он избрал 12 один предатель ничего теперь всех будем считать предателями 1 его бог даже им не назвал он вышел и удавился такие люди всегда были люди в церкви но церковь остается церковью мало ли кто что не делает бог обещал и обещание его не ложное он говорит что и израиль избранник мой по братья из колена вениаминова мы не по природе привелись законной лазер природной мы дихая маслина другие народы то немцы русские а бог обещал игнатий скажите пожалуйста вот если вот эти церкви как православие потом католики вы говорите а почему и здесь их так сильно тоже не не понимает и не воспринимает как там я вас не посылаю туда я говорю что у них сохранилась преемственность рукоположения я православный я никуда не могу посылать но я говорю что у них есть рукоположение а у кого еще григориан армия не копты и сирийцы 5 григориан армия в армении мой католического а это ремни month летишь попа римский который Guinart патриарх встречался и слова сам православий и католицизм григоряна армия не копта и сирийся они за этого et enjoyable они к кому не относятся копты и сирийцы в сирии сейчас война идет там русские послали туда свой контингент у вас там знают что русские бомбят в сирии да 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 мы следим за этим за этими новостями но у вас там ангела меркель то какая она добрая то смотри сколько она принимает этих беженцев то люди немцы уже криком кричат куда она их принимает они что попало делают там насилует горит и мы все знаем это но она делает то доброе дело она она просто руку протягивать им жить я где их убивают да 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 они видишь и если бы они вели себя нормально так как русские когда вы миграции были то русские ничего этого не делали русских везде любили принимали ни одного хулигана как будто никто не знал а эти приехал что попало делают ангела меркель здесь поступает как настоящая христианка но они все равно смотрят на свои потребности потому что тут для малая рождаемость и как быть дома престарелых очень пустует вот как бы в рабочей силе и мне кажется они из-за каких-то материальных или каких-то сугуб таких индивидуальных личных как бы своих собственных сказала нужно про них не будем говорить я просто говорю оказывать странником попечения это большое дело перед богом накормить напоить если нормально то если бы они там не взрывали как во франции то они везде будут взрывать но они ведь мусульмане они как еще не христиане даже да но они если вы были христиане тогда мы можем разговаривать а христиане еще лучше поступают то как они мусульман гнобили как убивали крестовые походы кто делал так что нам тут помалкивать надо считайте хаджи мурат льва толстого и увидите что они делали православное как они убивали разоряли аулы и проще ярмолов там ничего не оставалось все землей смешивали а тут внутри вас царствие божье есть наверное скрип как бы у тех они не преклонили колени линии не делали вместе со всеми или не но мы не нужно делать делать мы просто говорим чтобы отличить добро зла света тьмы мы говорим сейчас а вы говорили о причастии там где вы находитесь не церкви там никакого причастия нет а где причастия настоящего нету там нет жизни там смерть господь говорит кто не будет есть плоти сына человеческого не может иметь себя жизни а ведь я до этого тоже неправильно делала в православии когда я шла в церковь я причащалась я болела страдала за свои грехи но потом как я раньше уже говорила я была рабыней греха я все я повторяла эти грехи дальше и хотя боялась но не понимала как бы жертву христа правильно и вот прочитал дома я понял запишите себе и она евангелия тьяна 653 653 до прочитайте это евангелия это евангелия тьяна 653 истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни дальше а дальше а я уже закрыл еще один ибо плоть моя истина есть пища крови моя истина питье пища плоть его плоть у сектантов этого нету они даже не говорят где-то обманывают а тут они даже не обманывают они говорят так у нас хлеб остался хлебом от войти а если не будете есть плоти при счастье не будете иметь жизни то вы можете хоть что делать кричать петь прыгать а жизни то нет никакой жизни это не то что ты прочитал и сказал это жизнь в духе святом вот стежок святого сарафим саровский говорит об этом у сектантов у баптистов нету литургии нету нету не превращается хлеб в тело а а раз не превращается то ничего и нету церкви нету а что такое литургия литургия это такое богослужение где законный архипастырь и пастырь священник служит у алтаря имеет право совершать литургию литургия называется общее дело все участвуют в этом которые верующие и когда она определенная сейчас литургии там литургический канон когда считает в это время дух святой сходит через него и хлеб превращается в тело а винов кровь а у сектантов этого нет ни у кого и они так и не учат что превращается то есть у них этой харизмы нету быть священниками они не имеют никакой власти эти сектанты как казать его мусульмане он же у них не священник он не может грехи отпускать а православию католиков священник говорит власть сюда на нее от бога да разрешишься от грехов кому простите проститься у сектантов этого нет они не церковь церкви обязательно есть священник если нет священника его надо искать а вы как детей назвали анастазия это виктория у меня два мальчика карл и эдуард и еще называли как как захотелось так и назвали да когда не было верующей но я не понимала значение слов у православных если взять так тоже не соблюдают а надо называть так как написано в календаре связцы такие имена красивая забросили у меня старший брат самуил я игнатий следующий брат и аким отец тихон а у тихона мои дядя амос и на ум а по матери три ее брата были это рада мавране моя макар пиларет эммануил сейчас ни одного имени нету вовка сережка игорь мишка там и все потому что самохотение человеческое она не сводит на низшую ступень развития вот возьми брось в собаку палку попадешь в елену или наталку но я не понимала тоже так как мои родители назвали брата григорий по на 7 февраля григорий богослов но он ведет совсем неправильный образ жизни и слушать про бога не хочет ну неважно слушать не слушай не в этом дело апостола он никакой не апостол предатель я к тому говорю чтобы знать кому подражать когда у нас разные святые мы каждый расскажем его житие какие мы богатые будем а то пока бегает и ванька 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 у нас тут собрались два епископа оба ваньки а когда епископами стали один евсихий а другой антоний имена переименовали лишь какие имена то такие не каждый раз встречаешь на дороге а надо называть так чтобы мать звала магер шалал хаш бас вот такое имя еще бывает из четырех слов пророк исаи говорит а может быть тогда лучше брать уже совсем еврейские имена у меня тоже была какая-то вот очень но у меня я по отцу имею корни еврейские но это уже конечно не важно не в него не тот вопрос но сильно очень хотелось мне но моя мама как родители говорят это лучше эту тему не вспоминать они очень-очень редко на эту тему говорят но вот и не хотят мне ничего рассказывать не знаю почему я как не спрашиваю они только говорят это прошлое все но может быть действительно сейчас уже не важно но меня эта тема волновала я учила еврит немного песни писания на еврите теперь старалась читать но конечно была какая раза какая-то радость когда я пела песни шаббат встречала но это это как будто им тоже мне не принесло такого духовного ну не знаю удовлетворение этого не правильно было бы сказано но у вас церковь православная далеко от вас штутгарте а мы от штутгарта 50 километров ну хорошо 50 километров один раз в месяц можете съездить только если попросить кого-нибудь а почему а муж не повезет он против икон он говорит ты как ты можешь туда заходить там икона поклонства и он меня он считает что икона то идолы да а почему так считает и он святой библии не веришь написано ну я ему пыталась объяснить что вот звери раньше тоже архангелы и вот как бы старом завете тоже поминуются какие-то там звери и их рисовали и это тоже нет неправильно начинаете там вот что-то рисовали вы прямо его спросите скажите христос храм ходил или нет он говорит дом мой дом и молитвы нарисоваться вы сделали вертепом разбойников и выгнал продающие покупающие было такое да и он говорит дом мой он не сказал что это капище мой дом храм он один храм был один и вот мы считаем третья глава деяния апостолов уже дух святой сошел во второй главе и в это время написано пётр и он шли в храм сейчас молитвы 9 зачем они шли в храм и святом идолы что апостолы были менее образованные чем сегодняшние люди ваш муж или кто-то они шли и апостол павел шел в храм а кто этот храм построил в которой христос заходил и кто его тот храм построил салам он салам он который храм построил вторая четвертая книга сарс 25 говорится пришел на выход у насор и разрушил этот храм и все вынес от саламонова храма ничего не осталось как он мог него прийти но сейчас мы камни живые мы и не подождите тут не надо перемататься он заходил не в камни живые а именно камни были там камни настоящие камни а это эта игра уже пошла тогда вообще нам ничего не дам и камни да и все булыжники ложись и по тебе машина будут ездить мужа камни так вот христос приходил в храм заравовелев устройство его языки или 41 глава 17 стих все запишите языки или а храме напишите о храме это для вашего мужа языки или 41 глава 17 стих почему у вас нет ветхого завета непонятно и и я могу принести просто сейчас рядом мы разговаривали до этого не надо теперь смотрите я вам что говорил деяние 3 глава языки сейчас у меня ручка не пустит языки еще 41 17 до 2 не все места выпишем вам потом легче это будет прочитаем такое мы сейчас запишем а вам вам будет легче тогда искать записывайте атфея 21 13 и говорил им написано то есть не просто говорит а написано дом мой домом молитвы наречется а вы сделали его вертепом разбойников а в как дальше было вот мы считаем сейчас и вошел иисус храм 12 стих и выгнал всех продающих и покупающих храме и опрокинул столы неменщиков из камни и продающий голубей и говорил им написано дом мой дома молитвы наречется дом мой а в нем были иконы от пола до потолка изображение икон в этом храме были иконы весь храм был изнутри и снаружи иконы вы же тоже не видели я говорю лака откуда мы знаем а какие иконы там были известно все мы сейчас прочитаем давайте записывайте только да да вот я вам говорила и пары книга пророка языки или вот 41 глава они туда попал 41 глава 17 стих это храм был сделан по повелению божью бог дает проект почитаем и ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 же локтей 17 стих вот который господь христос заходил храм горит дома и вот он как устроен был отверха дверей как внутри храма так и снаружи и по всей стене кругом и внутри и снаружи были резные иконы 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 написано изображение иконы это изображение переводится на русский язык сделаны были херувимы и пальмы пальма между двумя херувимами у каждого херувима два лица с одной стороны к пальме обращено лицо человеческое с другой стороны к пальме лицо львиное так сделано во всем храме кругом то есть вот в этом храме христос было говорит дом мой а в аптесты стоят и плются то что ты говоришь христос там идолов полно но но они притыкаются всегда в ветхом завете что не делайте никакого изображения и говорят 20 главу исход считают а 25 не считают у них все рассыпаются если двадцатую считает надо считать и двадцать пятую двадцать пятая месяца сделай изображение сделай сейчас прочитаем запишите третья книга старств восьмая глава десятый стих соломон сделал храм и в храме были у него изображения херувимов и бог показал ему как надо делать и были море на валах стояла 12 быков и львы были точно так же когда священники вышли из училище облака наполнила дом господин и не могли священники стоять на служении по причине облака ибо слава господня наполнила храм господень вот там где были иконы храме соломонов бог наполнил слава господня а что там не могли стоять из-за славы а не из-за срама все перевернул сатана до соломонов то храм он освещался человеком а в котором христос был он его осветил своим присутствием и этот храм он назвал своим домом своим а вы люди что сделали то торгуете там как православных храмах то но не сказала вы торгуете вертия про сбойников то мне и дело до вас нету нету начал ощущать и так и ты находись православие работой трудись зачем тебе идти к чужому двору ну тогда мне нужно посмотреть осмотреть еще ты можешь сегодня ночью умереть отсмотрели твои глазоньки и пойдешь не в то место смотреть некогда надо в церковь войти а потом смотреть церковь идет от апостолов от христа а сектантов у них у всех определенное время люди ранее не могли раньше лютера возникнуть они не могли раньше 1517 год а если в 14 веке были литеране да как они могут раньше лютера раньше маркса марксистов не было и раньше сталина сталинистов не было и раньше гитлера гитлеризма не было сначала приходит антихрист а потом печать чё тут непонятно то и поэтому ничего у них нету ни одного апостола нету рукоположения нету литургии нету тела христова нету ничего нету это это вопрос очень важный или это можно жить по по вере и дело дела верные они обделах говорить делами никто не оправдается написано без церкви нету христос придет за невестой в откровении написано а невеста его церковь вы считали это колоссянам 1 18 он есть глава церкви а церковь это тело он не придет где-то на помойке собирать горит тело его и он горит идея покажу тебе брак агнса невеста приготовила себя вы считали это но не сказал что пойдет и блудницу искать будет где-то невеста церковь это церковь там где епископат есть а где его нету там не церковь это выдумка 11000 лет десять назад только их было название этих еще все церкви на то вообще во себе побеспокоитесь ни о ком-то если вам может до штудграда это поезжайте там есть храма московской патриархии подойдите к священнику все расскажите и больше никуда не ходи наташа ты душу свою погубишь ты интересная такая все это тебе надо знать то а это все уже известно толкование уже давно 2000 лет назад святые отцы истолковали тебе не надо думать то готовы принимай ты берешь телефон вот тебе телефон позвонить нет я не буду звонить я буду думать как он устроена тебе не узнать никогда ты в интернет зашла скайп надавила здесь а как он работает а как так спутником идет сейчас сигнал потом туда идет ко мне нам не узнать это слишком много надо знать а целое поколение работали так и здесь знать уже не надо надо принять и верить в это написано верующим сына имей жизнь вечную верующие но ведь они такие хорошие люди они действительно имеют общение мы имеем мы молимся как-то хорошо вы знаете что есть три вида благодати но я слышала это благодать призывающие то проповедь благодать обращающие когда человек откликается дух святого сердца располагает и 3 благодать освещающие то через священников преподается нам при счастье разрешение от греховной исповеди ну и все остальные таинства совершает меры помазания рукоположения там у сектантов этого ничего нету она самозванное все я не против их они хорошие люди но хороших очень много в аду будет спасибо я у меня соседки есть они ходят может быть с ними поеду поехали поехали и хорошо подумай об этом вне церкви нет спасения вне церкви нет спасения 248 его деяния апостолов запиши деяния апостолов 248 47 а 47 47 да я говорю 47 247 господь ежедневно прилагал спасаемых церкви прилагал а если они спасаются вне церкви зачем прилагать то пускай они собираются хорошие люди изучают библию а их никуда господь не приложил они так и останутся на земле может быть поможет мне господь действительно а я очень подумал то родные о вас не случайно беспокоятся у них если этого основания вы видите какой увлеченный человек я вам говорю вы проверяете вы мне тоже не верьте состава мои слова не сходятся с библией а если я говорю так как написано в библии начинай исполнять сегодня же набери телефон позвони узнай соседями кто ей договорись и поезжай а к сектанта больше никогда ноги не ложи никаких книжек их не считай больше ты сами возьмешь книги там и она златоуста возьми ты такое увидишь скажешь да у них детский лепет у сектантов то а если муж будет противиться и не разрешать ругать ну и что это его дело на душу и он не властен он власти над телом написано апостол павел говорит не власти над телом вот допустим у нас пост сейчас великий по сейчас на молосной не едим до пасхи 7 недель то а муж не верующий но он пристает и жене ему нужно жена нужно поэтому ступи ладно переспи с ним господь знает твое желание ты ему скажи ты делаешь надо мной насилие над душой моей я тебе уступаю чтоб ты к чужой не пошел но мне тяжело это переносить ты бы мог попотерпеть но нельзя же так но если он настаивать ты согласись он власти над твоим телом ты по ласкови с ним будь а когда касается духовного здесь как камень будь свободно я сегодня еду в церковь больше всех кто ни разу не пойду на этом все кончилось он будет грозить разводом проще не это все пустое тебя душа дороже всего если человек душу не спасет весь мир приобретет какая польза ему да но вот как родители мои хотели крестить детей внуков и он не разрешил и и категории хорошо давайте посмотрим вот все ветхозаветие было образом будущий тень тень будущих благ считали данные будущих благ вот господь явился аврааму и говорит обрежь мужеский пол восьмой день восьмой день ребенок то ничего не понимал разницы нет авраамов это сын или кто исааку было 8 а кто не обрежется горит истребиться то душа на послание колосся нам апостол павел говорит и выиграет обрезание нерукотворенным быв погребены в крещении то есть обрезание указывал на крещение и гненка в жертву приносили он указал на христа вот агнец божий берет на себя грех мира вот скрижали которые были скрижали это слово божие и было слово слово было бог скрижали указывали на христа а скрижали лежали в ковчеге а христос был вообще в деву Марии. Так вот, Ковчег указывал на Деву Марию. Прообраз. Прообраз это. Все это. И вот, когда считаем, и первая книга царств из Бевсомиса возвращался, Ковчег плененый-то. А жители Бевсомиса подошли и заглянули в Ковчег-то. Ну, вот как исследовать Божья Матерь. Были у нее дети, не были. И Бог убил. Они не плевали, они не были баптистами. Убил 50 тысяч и 70 человек. 50 тысяч это горы трупов валялись. А человек, баба какая-то умом лезет расследовать. Божья Матерь, не прикасайся никогда. Она преблагословенная. И имя ее благословенно во веки веков. А ныне будут ублажать меня все роды. Все. Ковчег Божий, не прикасайся. Ковчег наклонился, а Оза хотел подправить его. Бог его убил сразу. А он еще, он хорошее дело делал. Дело церковное, не поправляется руками. Его Бог управляет. Вот мы в церкви. Многие-многие недовольны. Потому что я говорю, что священники не учат народ. Народ не рождается свыше. Они только свящи там разные, все такое. И не знают Бога. Но мы говорим, и мы видим изменения. Строят купели. Если родители не настоящие, верующие, тогда и детей красить не надо. А если ты настоящая, вот корабль, потоп, неужели ты ребенка не возьмешь, а церковь, корабль? Как ты не возьмешь? Ребенок-то. А вход в корабль, в церковь, только через крещение. Вот почему в первом послании к Коринфянам 7-14. Запиши, Наташа. Первое к Коринфянам 7-14. Говорит, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему? Мартин Лютер прямо поясняет, что одна верующая половина крестила их. В крещении там омываются грехи. А баптисты говорят, нет, в крещении он не омывается. А вы напишите Деяние 22-16. Когда Анания приходит и говорит, брат Савл, три дня уже покаялся-то. Что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои. Омой. Омой. 2.38 Деяния апостолов. Покайтесь и докрестит каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Что тут не вывода? Креститесь для прощения. А у сектантов прощения никакого нет в крещении. Это просто мочение. И они говорят, я говорю, у вас грехи прощаются в крещении? Говорят, нет. Это в покаянии. Библия-то наоборот говорит все. Покайтесь, запятая. Второй этап. Докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Для. Я зашел в магазин для покупки обуви я пошел купаться для того чтобы обыть и не так жарко было но обязательно для креститель для омыть и грехов прощение грехов я не знаю как это считать быть слепым надо совсем или одержимым демоном что вопреки библии говорит не верить богу а кто богу не верит а дух святой это библия то изрек все писание было дохновенно писали вот святые божьи человеки будучи движим духом святым веришь в это написано ли они заблуждаются они не знают писания и что бог силен и ребенка очистить сила божия во всем он крестил горит весь дом корнилий весь дом корнилий весь дом у ли это стефан стражник крестился самый весь дом что все бездетные были детей было много весь дом авраам говорит что обрезал весь дом почему мы должны думать что авраама детей не было весь дом и рабы все были до одного обрезаны а я читала тоже у святых что все-таки это этот процесс очень важный и крещение она передвигалась до самой старости как будто чтобы ты понимал что это знали и поэтому не потому что понимал ребенок семилетий уже понимают все а для того люди считалось было мнение такое что грехи которые после крещения трудно прощаются и они хотели так перед самой смертью принять крещение чтобы уже не нагрешить быть спасенным вот из-за чего а то понимает асара священ понимает он уже без ума живет уже в 60 лет пенсионеры кряхтит старт пер ничего не знает слава богу спасибо большое спасибо вам спасибо я если вам не трудно будет и ну как бы по некоторым вопросам мы же встречаемся с группой семьей у них 10 детей нет бога бояться ходят они ушли в баптистов тоже поняли что вы признаете сюда и весь и выйдете на skype хорошо я вас теперь вам легко входить спасибо теперь у нас материал от церкви я вам скину вы только нажмете и прочитайте о церкви и священстве два вопроса вам надо решить о церкви и священстве только два и больше вы никуда не пойдете а за мужа крепче молись спасибо слава богу и понимает что по-русски понимает похоже за что мы все боимся разве здравый здравствуйте 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 так это хоть гот вебет elite десерта один sonном оба сказал бобус а также англава не салон был сонтер а Såнта с эвелир и билем Ну вот, ты видишь, все-таки попала, поговорила. Слава Господу. Я вам сейчас, Наташа, скину под скайпом материалы. Ну все пока, до свидания, да? Свидания, слава Иисусу Христу. Все, езжай в церковь сразу же, в воскресенье. Богу слава, не бойся, перекрестись. Только хорошо крестись, чтобы до плеча доносила рука, вот так вот. Сейчас у вас до Пасхи. Мясо, молочное, яйца не ехать. Воздержись от этого. До Пасхи. Ну я вам о постель все материалы скину. Все, во славу Божию. Выключайтесь.